Hi guys! Не секрет, что средний житель США за всю свою жизнь переезжает несколько раз. Хочется спросить, куда они бегут и самое главное, от чего. Вдруг знают какой-то секрет, который мы с вами не знаем. Также поговорим о минимальных зарплатах в каждом штате. Готовы? Погнали! Ну и перед тем, как мы с вами запустим этот очень интересный рейтинг о том, куда едут американцы жить, хочу вам напомнить, что в описании к этому видео лежит ссылочка на мой курс, который называется «Как переехать жить в США? Руководство к действию и подробная инструкция». Если вы давно мечтаете переехать жить в США, но не знаете, с чего начать и что нужно будет делать, этот курс как раз для вас. Переходите по ссылке в описании. Ну а что, мы запускаем наш рейтинг. Итак, самый популярный штат, куда едут все американцы, конечно же, Флорида. По данным официальной статистики, за 2017 год во Флориду переехало 566 тысяч американцев. Флорида – это штат, который расположен на юго-востоке США, отличается крайне теплым климатом, вкусной едой. Пляжи этого штата простираются на сотни километров, они известные во всем мире. Основную часть населения во Флориде все равно составляют латиноамериканцы. Принято считать, что во Флориду едут американские пенсионеры. Некоторые даже шутят, что это такой штат для пенсионеров. На самом деле, я там была, не скажу, что прям все в пенсионерах, но они есть, конечно, они есть в любом штате, в Калифорнии тоже. А давайте поговорим о зарплате в штате Флорида. Это тоже, я знаю, очень многих интересует. Официальная минимальная зарплата в этом штате составляет 8 долларов 46 центов. Понятно, что все очень зависит от работы дателя, вот реально. Зарплата фриланса может быть совершенно другой. Зарплата там кассира тоже. И следующий очень популярный штат для миграции внутри страны – это Техас. Техас – это штат из фильмов, думаю, вы все помните вот эти фильмы «Бесконечные ковбои». Все это родом оттуда. Техас считают нефтяной столицей США, потому что там самая такая большая добыча нефти идет. Согласно той же статистике, в Техас переехало 524 тысячи американцев за 2017 год. По деньгам жить, конечно же, дешевле, чем в Калифорнии или в той же Флориде. А если говорить о зарплатах, то минимальная зарплата в Техасе будет ниже, чем во Флориде. Это 7 долларов 25 центов. И, как обычно, держите в голове, да, что все очень зависит от работы дателя. Вот очень-очень. Следующий штат, куда все активно едут – это мама Калифорния. Где мы сейчас с вами находимся? В Калифорнию за 2017 год приехало 523 тысячи американцев. Но при этом мы говорим, что в Калифорнии очень развита экономика. То есть, если Калифорния была бы отдельной страной в мире, то она занимала бы седьмое место по ВВП. В Калифорнии, конечно же, базируются всякие айтишные компании – Фейсбуки, Эпплы, Гуглы. То есть, все это, все это помогает экономике штата расти. Это, кстати, гранаты. Вот на том дереве растут персики. В общем, хороший климат, экономика, поэтому, конечно же, все приезжают в Калифорнию. Но здесь есть небольшая трудность. Все, кто приезжает в Калифорнию, сталкиваются с тем, что достаточно сложно арендовать жилье. Потому что просят кредитную историю, потому что просят выписки из банков и начинают проверять по полной программе. А что делать, если только приехал, и ничего этого у тебя нет? Именно поэтому сегодня я хочу вам показать несколько вариантов квартир, которые можно арендовать без проверки документов. Если они вам понравились, то въехать прям день в день. Итак, это двухкомнатная, реинновированная, то есть, это значит, она абсолютно новенькая по мебели и по ремонту квартира, которая находится в центральном районе Лос-Анджелеса. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь у нас достаточно вместительный холодильник. Посмотрите, какая блестящая, классная столешница на кухне. На кухне есть окошечко, посмотрите на этот вид, пальмочки. В этой квартире две спальни, вот она первая. Посмотрите, какой вид открывается с этого балкона. Здесь такой огромный балкон, можно разместить барбекю, здесь можно устраивать вообще пикники, читать книги. В общем, посмотрите. И даже есть выход из второй спальни тоже на этот балкон. В самой спальне уже есть дополнительные, смотрите, встроенные шкафы, поэтому не нужно будет покупать никакую дополнительную мебель. Итак, ванная комната. Здесь вот такая вот новенькая столешница, плафончики. Привет-привет. И вот сама ванная. Ванная очень уютное окошко. Вторая спальня и как раз-таки выход вот на этот балкон уютная. Здесь у нас есть дверь, тоже в кладовку. Посмотрите, какая она вместительная. Огромный плюс этой квартиры в том, что после ремонта здесь еще никто не жил. Поэтому, если вас заинтересовала эта квартира, стоит она в месяц 2300 долларов. Друзья, если вам понравились эти варианты квартир, а также на самом деле в запасе есть еще много всяких вариантов, напишите, пожалуйста, в телеграм, который указан в описании к этому видео, либо по номеру телефона, который также указан в описании, к общению доступны любые мессенджеры. Четвертое место в нашем рейтинге – Северная Каролина, куда переезжают многие американцы из своих штатов. По статистике туда переехало за 2017 год 313 тысяч американцев. Что привлекает в этом штате, помимо красивых пляжей, шикарной природы и гор? Здесь, конечно же, низкие налоги на электроэнергию, что в том числе помогает бизнесменам открывать там свои предприятия и, конечно, платить меньше. Кстати, девиз штата Северная Каролина – первый в полете. Это штат, в котором запустили первый самолет и сделали это братья Райты. Высокой зарплатой Северная Каролина похвастаться не может. Час стоит 7 долларов 25 центов. То есть, по сравнению с той же Калифорнией, да, с 11 долларами, здесь все-таки, да, вы понимаете, зарабатывать можно будет меньше. Но и сама жизнь в этом штате тоже будет обходиться дешевле. Ну что, следующий штат, куда лучше всего приехать в США и куда активно переезжают сами американцы – это, конечно же, Нью-Йорк. Штат на северо-востоке США, в котором есть зима, в отличие от нас в Калифорнии. Сейчас, например, декабрь, видите, снега нет. В Нью-Йорке, конечно же, климат немножко другой. Самые американцы говорят про Нью-Йорк, что это, конечно, город с безумной энергетикой, город, который никогда не спит. Некоторые американцы говорят, что Нью-Йорк – это идеальный город, когда у тебя нет семьи и тебе еще нет 30 лет. То есть, ты можешь активно работать, строить карьеру, а когда уже появляются детки, ты берешь все свои вещи и переезжаешь в какую-нибудь Северную Каролину, в большой красивый загородный дом. Нью-Йорк считается просто финансовой столицей Америки, и население штата составляет около 19 миллионов человек. И это четвертое место в стране после Калифорнии, Флориды и Техаса. За 2017 год в Нью-Йорк переехало больше 285 тысяч американцев. Следующий очень популярный штат для переезда у американцев – это Джорджия. Штат, который располагается на юго-востоке Америки. Туда за 2017 год переехало больше 278 тысяч американцев. Это штат с очень красивой разнообразной природой. Там есть и горы, и пляжи, и равнины. Город Атланта, который располагается в штате Джорджия, сейчас считается одним из самых быстрорастущих городов в США. Если мы говорим о зарплате, то в этом штате она тоже идет по минималочке, то есть в час 7 долларов 25 центов до вычета налогов, разумеется. Номер 5 и следующий штат – это Аризона. Наши соседи из Калифорнии. И я могу сказать, что туда очень популярна эмиграция из Калифорнии. Больше 60 тысяч человек приехало именно из Калифорнии в Аризону по причине того, что в Калифорнии высокие цены. Столица штата Аризона – Феникс. На автомобильных номерах Аризоны всегда можно увидеть такой кактус слева. Никогда не перепутаешь. Я, Волой, если вижу кактус, то точно знаю, что ребята из Аризоны. Со всей Америки в Аризону за 2017 год переехало больше 260 тысяч человек, что, в принципе, хорошая цифра. Почему? Потому что в Аризоне, опять-таки, теплый климат. В принципе, хорошие условия. Находится рядом с Калифорнией. Поэтому, если прям очень хочется к океану, ну вот несколько часов, и ты, пожалуйста, вблизи океана. Могу сказать, что Аризона славится, конечно же, своими пустынями знаменитыми. Там ползают всякие ядовитые скорпионы, змеечки. Поэтому, конечно, надо быть аккуратным в этом штате. Минимальная заработная плата в штате Аризона по состоянию на 1 января 2019 года составляет 11 долларов. То есть, я могу сказать, что зарплата минимальная такая же, как в Калифорнии, но жизнь там будет несколько дешевле. Поэтому очень многие из Калифорнии переезжают в Аризону жить и работать. Штат на северо-западном побережье США – Вашингтон. Тот штат, куда переезжает тоже большое количество американцев. За 2017 год туда переехало больше 260 тысяч американцев. Почему этот штат привлекает американцев? Давайте разбираться. Во-первых, крупный город штата Вашингтон – это Сиэтл. Это город, который известен своими достижениями в области высоких технологий. То есть, очень много ребят из этой сферы едут как раз жить и работать туда. Минимальная зарплата в час в штате Вашингтон составляет 12 долларов. Итак, в рейтинге у нас осталось с вами два штата. И чуть позже я расскажу о штатах, где нулевой налог с продажей. Вирджиния или Виргиния, кто как говорит. Собственно, это штат на юго-востоке США, в котором тоже очень-очень разнообразная природа. Там и горные хребты, и заливы, и острова. В общем, привлекательный, безусловно, штат. В него эмигрировало за 2017 год больше 250 тысяч американцев. Почему штат становится привлекательным? Отчасти потому, что Амазон, это крупнейший такой продавец на территории США, размещает там несколько своих главных складов. И как ходят слухи, там будет размещен еще и головной офис. Поэтому будущие сотрудники, текущие сотрудники, все вынуждены переехать в этот штат. Если мы говорим относительно зарплатных плат, то она в этом штате такая по минималочке. То есть, 7 долларов 25 центов в час. Следующий штат, куда стремятся американцы, это Пенсильвания. Туда переехало больше 250 тысяч американцев. Большинство, кстати, из штата Флорида и Калифорния. То есть, те, кто там не прижился, переезжают в Пенсильванию. Пенсильвания находится на северо-востоке США. И можно сказать, что это такой самый богатый на историю штат США. То есть, там очень много музеев, очень много исторических событий происходило на территории этого штата. И, конечно же, известен он своей сельскохозяйственной деятельностью. Там много чего выращивается, распространены фермы. Если говорить о минимальной зарплате, то в этом штате она считается 7 долларов 25 центов в час до вычета налогов. Итак, мы подобрались к штатам с нулевым налогом с продаж. Какие это штаты? Это Делавер, Монтана, Нью-Хемпшир и Орегон. Орегон, кстати, хочу отдельно отметить. Сейчас туда очень много ребят из IT-сферы едет. Говорят, что город Портланд в Орегоне становится такой новой кремниевой долиной. Отчасти потому, что налог с продаж нулевой. Там очень хорошие цены на недвижимость. И, в принципе, Портланд и Орегон располагаются очень близко к Калифорнии. Поэтому, по слухам, очень перспективно будет переехать туда. Ну что, друзья, вот я вам и рассказала, почему американцы уезжают из своих штатов. И какие штаты лучше всего подходят для жизни в США. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Также заглядывайте в мой инстаграм, Нелли Ферникейшн. Там я рассказываю о жизни в США, провожу прямые эфиры и снимаю ежедневные сториз из Лос-Анджелеса. Не забывайте жать лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если вам интересно узнавать о жизни в США. Ну и что, увидимся в новых видео. Bye, guys!